Всех приветствую на канале Мехо. Сегодня мы поговорим о моряках. Где они продаются, каких лучше брать, ну и в целом расскажу некоторые моменты. Всего в море есть 6 активностей. Это ныряльщик, подводные сокровища, охота на рыб, рыболовство, это две разные вещи, подъем грузов, а также взрыв, подрыв рифов, где затонувшие корабли находятся. Чем выше уровень вашего моряка, тем более ценные награды вы будете получать. Конечно, это работает не со всеми морскими активностями, но с большинством из них. Ну и давайте уже переходим к морякам. Первая активность это затонувшие корабли. Сами по себе затонувшие корабли везде одинаковые, что в опасных водах, что в обычных водах, то есть дроп у них всегда рандомный и нет разницы, где вы ловите. А вот каким моряком вы подрываете риф, это очень важно. Моряка 2 уровня можно купить рядом с портом тартойка. Если мы будем подрывать рифы с ним, то нам будут падать фиолетовые чертежи кораблей. Третьего уровня моряк получается за семена мококо, надо собрать 525 семян. С этим моряком 3 уровня нам уже начинают падать золотые чертежи на улучшение кораблей. Фиолетовые больше не падают, что касается обычных пиратских дублонов, то количество немножко увеличивается. Поэтому прежде, чем начинать искать затонувшие корабли, обязательно купите моряка 3 уровня. Цена на подрыв вообще практически не отличается от второго, зато дроп очень хороший. Для затонувших кораблей больше моряков не нужен. Есть еще моряк, который увеличивает скорость бега, но он бесполезен. Идем дальше, на очереди у нас подъем сундуков со дна. Сначала разберем бомжовский вариант 2 уровня. Моряк для подъема синие грузово без штрафа покупается в порту материка Ордетайн. Стоит он 500 дублонов, поэтому любой сможет его себе позволить. В порту Восточную Литерию за 50 дублонов можно купить моряка, который снижает стоимость подъема сокровищ. Что касается увеличенного шанса найти ценные сокровища, для этого мы используем корабль Ледокол. Подъем сокровищ – это основной источник получения жетонов Гевена. Можно сказать, это первое, чем вы будете заниматься в море. Ну, а также можно еще, конечно, затонувшие корабли грабить. Теперь, что касается моряков 3 уровня. Для подъема фиолетовых сокровищ без штрафа нам придется собрать 200 древних эмулетов. Плывем на лайнер и покупаем его. Далее плывем в Шувьорд и покупаем моряка за 200 монет Гевена, который уменьшает затрату на подъем сокровищ, а также увеличивает шанс на 10%. Очень крутой моряк. Также в Шувьорде вы можете купить моряка, который за дополнительные 200% удачи дает вам дополнительные предметы. Но сразу хочу сказать, что не стоит тратить монеты Гевена на шансового моряка, который увеличивает шанс, потому что на данный момент чертежи золотые оттуда не поднимаются. По крайней мере, я пробовал разные варианты. 200 раз вытаскивал фиолетовые лунки просто, также 100 раз вытаскивал с утроенной удачей и ни разу мне не упал чертеж. В саппорте мне ответили, что падает только с западного моря, хотя я считаю, что этот баг, потому что в других активности и чертежи золотые мы можем достать. Ладно, идем дальше. На очереди у нас ныряние с аквалангом. Ныряние с аквалангом это достаточно быстрый способ получения пиратских дублонов. Но большой минус этого занятия, то, что мы тратим очень много удачи. Кроме того, моряк второго уровня достаточно бесполезен, поэтому сразу стоит скипать второй уровень и переходить на третий. Если уж вам совсем приспичивали просто интересно, то моряк второго уровня покупается в Берне. Моряк с дополнительным погружением на 35 метров выдается по сюжетному заданию, вам не надо его нигде покупать. Что касается уменьшения затраты удачи, то этот моряк продается в порту Аньшу. Переходим на третий уровень и здесь есть целых два моряка, которые без штрафа будут поднимать сокровища с фиолетовых лунок. Нас интересует авантюрист Якоб, которого можно купить в порту Восточной Лютерии. Стоит он 500 жетонов гивены. Кроме якобы, в Берне продается другой моряк за 500 монет гивены. Но посадить его можно только на барк, а на данный момент он недоступен, поэтому берем якобы. Что касается моряка поддержки, то в том же Берне можно купить моряка, который снижает затраты на ныряние. С одной стороны, этот матрос обязательно. С другой стороны, мы можем сразу перепрыгнуть Грейт и покупать матроса четвертого уровня. Продается он на Острове Свобода за 200 знаков черного клыка. Матрос на 200 процентов затраты удачи с дополнительным дропом продается также в порту Восточной Лютерии, как и Якоб. Наряднее с акваланговым – это один из гарантированных способов получения золотых чертежей, поэтому советую потратить первые 500 монет гивена именно на якобы. Идем дальше, на очереди у нас охота на рыб. Под охотой я подразумеваю стрельбу из гарпунов, поэтому ищем корабли гильдии гарпунеров в гаванях и покупаем там трех начальных моряков. От уровня моряка не зависит ценность дропа, а только скорость убийства рыб. Моряка третьего уровня с уроном 23 единицы можно купить антартоики, а моряка с дополнительным уроном в 3 единицы от гарпунов можно выбить из сундуков на Острове Ледяных Сердец. Охота на рыб – это очень неплохой и стабильный способ заработка пиратских дублонов. Что касается другого дропа, то иногда падают карты сокровищ, монеты гивены, жетоны гивены очень редко, наверное одна из 100 рыб максимум падет, ну а также падают редкие предметы, которые в дальнейшем вы обмениваете на кораблях гильдии гарпунеров. Двигаемся дальше, на очереди рыболовство. Рыболовство – это когда мы плывем, кидаем сеть за собой и иногда нам туда попадает какая-то рыбка. В дальнейшем мы меняем ее на пиратские дублоны. Базовый набор рыболова, также как и гарпунера, можно купить в соответствующем корабле, они иногда приплывают в порты. Что касается продвинутого, то все моряки продаются в порте Аньшу. Там можно купить и моряка третьего уровня с повышенным шансом поймать редкую рыбу, и моряка, который снижает затраты удачи, а также уменьшает штраф на скорость. Также продается моряк с увеличением удачи на 200% с дополнительной наградой. Кроме последнего, для покупки моряков требуются жетоны Гевены, поэтому это удовольствие не из дешевых. Но вы можете найти королевский корабль и за 4000 пиратских дублонов купить моряка, который снижает стоимость поимки рыбы на 6. И остается только поднятие грузов. Здесь все просто, потому что нам надо поднять репутацию с двумя NPC до превознесения. Первый Аннабель, который располагается на материке Северного Берна, а также Сахарок в Шевьорде. Хоть Аннабель и может сесть только на бар, которого пока нет, но это лучший вариант, или иначе просто пользуемся обычным кораблем с первым подъемом грузов. Для повышения шанса найти ценную награду из грузов на 7% мы должны потратить 200 знаков черного клыка. Это мы разобрали 6 основных активностей в море. Какие еще моряки полезны, а почему я о каких-то не сказал. Первый моряк получается за 20 душ островов, позволяет нам собирать предметы в мертвых морях, а также дает небольшую защиту от мертвых морей. Далее есть куча моряков, которые ускоряют базовую скорость корабля, набор вот этой полоски, которая дает нам дальнейшем ускорение, просто скорость на полном ходу и так далее и так далее. Большинство из этих навыков и так станет доступным после того, как вы купите моряков, о которых я сказал ранее. Поэтому не стоит просто так сливать дублоны, ну или монеты гивена. Где получить моряков с бафами на корабль призрак? Они падают с этих же самых кораблей призраков. У меня есть моряк, который дает небольшой буст на корабле и очень я себя отлично там чувствую. Почему я не сказал про моряков четвертого уровня на острове Маяка? Да потому что для этих моряков вам требуется 200 храбрости, а на данный момент это невозможно сделать. То же самое касается моряков за монеты моря Процея. Это западное море, восточное это море Гиены, западное это море Процея. Соответственно, на данный момент мы их не можем получить. Ну и как итог, план по покупке этих самых моряков, если вам он нужен. Для начала мы покупаем второго моряка подъема сундуков за 500 пиратских дублонов, ну а также другие саппорт моряки за 50 или 100 дублонов. Фармим жетоны Гиены, пока у нас не будет 250. Далее за 25 душ, если вы их уже собрали, на острове Афарис можно получить еще 250 жетонов Гиены и мы покупаем якобы, который занимается водолазанием. Затем идеальный расклад выглядит следующим образом. У нас есть 200 знаков черного клыка и мы покупаем моряка, который уменьшает затрату на водолазание как раз. Следующие 200 Гиены я бы потратил либо на рыболовство, либо на подъем сокровищ, на шансовые вот это уменьшение затраты или увеличение шанса, это очень полезно. Также не забывайте искать затонувшие корабли с третьим моряком, там падают золотые чертежи, очень много древних амулетов. Ну и конечно, когда мы наберем 200 древних амулетов, мы покупаем моряка с третьим подъемом сокровищ, хотя он особых плюсов нам на данный момент не дает. На этом, наверное, я заканчиваю видео, основную информацию сказал. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и нажимать на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok